Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о том, как можно попытаться починить битый пиксель. Точнее говоря, не битый пиксель, а застрявший пиксель. Застрявший, либо засвеченный пиксель. Если на твоем экране с операционной системой Android на смартфоне есть такая яркая точка белого цвета, либо синего, зеленого, красного, то это, скорее всего, застрявший пиксель, либо засвеченный пиксель. И такой пиксель, такую проблему, теоретически, можно починить программными средствами. Процент положительного результата примерно 60%. То есть до 60% вероятность починить такого пикселя просто программными средствами. Если же у тебя есть черная точка, черный пиксель, то это битый пиксель. И такой пиксель уже починить нельзя. Это, скорее всего, перегоревший транзистор пикселя. А яркие пиксели – это проблема с субпикселем. И такую проблему можно попробовать починить. Для решения этой проблемы нам понадобится приложение, точнее не приложение, а веб-сайт. То есть это можно сделать онлайн. И плюс ко всему, раз это веб-сайт, то его можно использовать не только на Android смартфоне, а и на другом смартфоне с другой операционной системой, либо даже на компьютере с любой операционной системой. То есть на любом устройстве, где есть выход в интернет и где браузер поддерживает джава-скрипты. Ну а прежде чем решать эту проблему, нужно найти место. Если у тебя на экране отчетливо видно место битого пикселя, то можешь переходить ко второму шагу. Если нет, то можешь скачать приложение в Google Play, которое называется DisplayTester. Вводи русскими символами тест. Тест дисплея в поиске. И нам нужно приложение DisplayTester от разработчика Braintrap. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит приложение. Здесь, хоть он и на английском языке, нам нужно всего один пункт тест вверху. И далее выбрать Defective Pixel Detection в самом верху. После этого появятся картинки, которые полностью заполняют экран одним цветом. И слайдом мы можем менять цвета, вглядываясь в экран, пытаясь найти яркие точки. После того, как место на дисплее обнаружено, можно приступать к решению этой проблемы и попробовать исправить этот яркий пиксель. Также еще хочу сказать, что если ты не хочешь устанавливать приложение, можешь попробовать на своем смартфоне ввести команду, которая встроена в многие Android операционные системы, в многие телефоны. Это секретный код, с помощью которого можно протестировать дисплей. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 0. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, звездочка. И должно появиться меню, с помощью которого можно протестировать дисплей. У меня этой функции нет, но на других смартфонах, может быть, на многих такое есть. Либо звездочка, решетка, 0, звездочка, решетка. Это универсальное меню, с помощью которого можно протестировать звук, экран, сеть. Но у меня тоже оно не работает. На вашем смартфоне такое может быть. То есть, либо этими кодами, либо проще приложение. Все, после того, как мы определили место нашего яркого пикселя, нужно попробовать решить эту проблему. Для этого мы зайдем в любой браузер и в поиске, либо в строке ввода адреса введем английскими символами j-screen-fix.com и перейдем на этот сайт. Вот так выглядит сайт этот. Нам нужно внизу запустить launch g-screen-fix. Нажимаем, появляется вот такое окно. И нам нужно это окошко перевести в то место, где у нас есть яркий пиксель. После того, как мы перевели окно в нужное место, нужно оставить в таком состоянии на минимум 10 минут. В принципе, допускается до часа. При этом нужно следить, чтобы дисплей не тух. Если у тебя установлена длительность дисплея 10 секунд, 20 секунд установить в настройках на 10 минут. Либо не выключать вообще. И оставить смартфон в таком состоянии на минимум 10 минут. Этот шум, который создается, должен решить проблему с застрявшим пикселем. Как заявляет разработчик, до 60% положительный результат. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал. Оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока.